Всем привет! Кто-то узнает эту красоту позади меня? Наверное, кто-то уже догадался. Вы правы! Сегодня канал Very Даже Очень Well и я, его ведущая Алла Франко, находимся в Милане. И вам тоже покажем этот город красоты и моды. Итак, начинаем! Как бы нам не хотелось оригинальничать и показать Милан, обойдя, так сказать, избитые экскурсоводами и туристами, а также колоритными ребятами, которые пытаются продать вам гортку зерна, чтобы вы покормили голубей. Да что тут говорит, избитые даже самими голубями места. Обделить вниманием вот это сооружение, где в мае 1805 года короновали вступившего на престол Италии Наполеона Бонапарта, не получится. Единственный готический собор в Европе из белого мрамора. И самое большое мраморное сооружение в мире, которое строили целых шесть веков. Шутка ли сказать, мы с вами иногда не помним, что было вчера. А в этих стенах каждый год архиепископ Миланский демонстрирует прихожанам главную святыню собора, гвоздь, которым был распят Христос. И каждая статуя на шпилях собора хранит тайну, которую мы все равно никогда не узнаем. История доносит до нас только года, метры, тонны и еще вагон всяких разных скучных цифр. Но иногда без них никак. Они же впечатляют. Дома, где живет душа Милана, украшает 135 шпилей. А статуя Девы Марии красуется на высоте 105 метров. Здесь плещутся детки и прекрасно проводят время взрослые. Гуляя по магазинам, сидя в кафешке или в ресторанчике, мы находимся на модной и современной площади в Милане, которая названа в честь знаменитой женщины, итальянки, дизайнера и архитектора Гаи Аулетти. А саму площадь и вот этот небоскреб, самый высокий в Милане, который находится позади меня, проектировал уже аргентинский архитектор Сезар Пели. Гаи Аулетти, безусловно, заслуживает внимания. И пока вы будете рассматривать это местечко, явившееся нам словно из научно-фантастического фильма, а также вертикальный лес, так называют небоскреб, полностью покрытый деревьями и растениями, мы поговорим о Гаи, которая во времена, когда архитектура была сферой абсолютно мужской, предпочитала не думать об этом, так как такие мысли, по ее мнению, парализуют. И судя по ее творениям, Гаи Аулетти точно была свободной, иначе создание величайших музеев Парижа и Рима из старых зданий вокзала и конюшен не было бы возможным. В 70-х годах 20-го столетия Гаи работала совместно с главным авангардистом итальянской сцены Луки Ранкони. Он с одинаковым успехом ставил спектакли в маленьких залах и огромных фабричных цехах, на площадках и ледовых катках. Гаи Аулетти помогала режиссеру сделать из обычной двери в архитектуре границу между двумя мирами на сцене. Я хочу обратить внимание современных активисток феминистического движения на работы великого архитектора-женщины и сказать, что совсем не обязательно устраивать демонстрации, чтобы высказать свою позицию. Куда красноречивее скромно проектировать знаменитейшие музеи и создавать сценографию, расширяя границы пространства, а главное — сознание. Не так ли? Каналы на Вилье — это место, в которое влюблены все местные жители Милана, а также гости, которые располагают такой роскошью, как время, и не спешат между возгласами экскурсовода «давайте, давайте, быстрее!» Мы ничего не успеваем. Садитесь в автобус, сделать какую-то фоточку на скорую руку, а имеют часик-другой в запасе. Мы вам рекомендуем посидеть здесь и насладиться аперитивом, обедом или ужином. Кстати, по очень демократичной цене по сравнению с другими модными местами Милана. Как же красивый итальянский язык. Вот оцените, по-русски вот эта вся история называется «Замок Сфорца». А по-итальянски, внимание, Костелло Сфорцеско. Мы все уже привыкли к ощущению, когда впечатляемся дошедшими до наших дней шедеврами. А этот замок, кроме того, еще и памятник беспощадности, обстоятельств и времени. Можете себе представить, как в 1521 году в замке, где потолки расписывал сам Леонардо, заседало французское правительство. Вдруг в башню Фриларетте угодила молния, а по злой иронии судьбы там находился склад пороха. Вот так в одно мгновение все последующие поколения утратили возможность увидеть фрески великого да Винчи. А вот задумайтесь на секундочку, могло ли хоть что-то заставить вас пробежать 600 километров марафона за 12 дней из Рима в Милан? Лично я не побегу и 6 километров. Но этих людей вел за собой грузовик с огромным экраном, на котором демонстрировали не что иное, как «Игры престолов», а точнее первых 6 сезонов. А было это в 2017 году, накануне премьеры первой серии 7 сезона, которая встретила спортсменов-любителей рано утром 17 июля того же года, одновременно с премьерой в США, именно здесь в замке Сфорта. Для некоторых это ничего не значит, а вот поклонники согласны были вынести жару и усталость ради знаковой презентации нового сезона сериала. Сам миланский герцог, в честь которого назван замок Лодовика Сфорта, когда-то позволил себе, о боги, отклонить проект идеального города с определенными параметрами, планировкой и даже канализационной системой, предоставленной самим Леонардо. Как видите, великого мастера распознали не сразу и не все, но позже в Милане установили памятник, где да Винчи окружают его ученики и разместили его не где-нибудь, а на площади напротив театра «Ля Скау». Как свидетельствуют некоторые источники, эти стены знавали в свое время различные мероприятия, от баллов до азартных игр и кориды. Чтобы возвести это здание, в 1778 году 90 миланских аристократов разделили между собой сумму в миллион тогдашних итальянских лир. А позже великий Джузеппе Верди, недовольный тем, как здесь поставили его Жанну Дарк, хлопнет дверью и уйдет из театра. Но со временем все-таки оценит это волшебное место и прославится, и войдет в историю именно своими операми Травиата, Регалета, Аида и Отелло, поставленными, но уже под его чутким руководством, именно на этой сцене. Милан приглашает вас в оперный театр «Ля Скало», наилучший в мире как по акустике, так и по репутации. Добро пожаловать! Как же хочется кофе с десертиком, и мы отправляемся на поиски местечка, где потомки основателя не променяли традиции и семейные ценности на даже самые щедрые предложения о коммерциализации и переходе в статус франшизы. Это совсем неудивительно, если узнать немного историю семьи Гатулло, которая стала основателем целой эпохи исследовательской кондитерской в Милане, как ее называет внук основателя Джузеппе Гатулло. Здесь сразу понимаешь, что это место не про деньги, а про любовь к своему городу, его гостям и про уважение к своему делу. Уважение такого уровня, что не хочется размножать заведения и собирать деньги, а хочется приумножать уважение посетителей, которые понимают, что теряет владелец при такой позиции, а что приобретает. Кондитерская находится недалеко от канала в Навилье и университета Баконни, так что здесь можно встретить студентов и профессоров, приятно с ними поболтать, ну если вы, конечно, владеете итальянским, хотя университетская публика прекрасно говорит и по-английски. Это сладенько сказочное местечко абсолютно заслуженно получило почетное звание исторического магазина. Мы находимся в кондитерской. Так и хотелось сказать обычной, но язык не поворачивается, потому что обычная – это когда вы захотели кофе с солодюшкой и забрели в первое попавшееся заведение. А постичерия Гатулло заслуживает, чтобы ее искали, находили и наслаждались вкусом сладостей, приготовленных семьей с такой историей, которой иногда не может похвастаться даже королевская династия. Via Monte Napoleone. Что бы это могло значить? Для модниц и икон стиля, которые частенько бывают в Милане, с целью подпитаться современными традициями развития рынка одежды, обуви, аксессуаров и даже мебели, этот вопрос не стоит. Они точно знают, что это район Милана, так называемый «золотой квадрат». Ну, квадрат он только условно, но, тем не менее, все элитные бутики, предлагающие красоту и роскошь на любой вкус, собраны именно здесь. А вы знали, что до 1979 года законодательницей итальянской моды была Флоренция? И только в конце 70-х Милану удалось привлечь внимание благодаря совершенно новому формату. А с тех пор масштабы мероприятия только растут. Неделя показа мод в Милане занимает третье место среди четырех – Нью-Йорк, Париж и Токио. Вот нам с вами сложно это представить, а миланцы и туристы могут насладиться показами, зрелищем показов, не только на огромных экранах, расположенных по всему городу, а еще и увидеть дефиле на открытых подиумах, на улицах, площадях и даже в метро. Вот настолько демократичной является неделя моды в Милане. Милан плотно охватывает самая развитая во всей Европе сеть трамваев. Так что город очень удобно смотреть налегке, с рюкзачком на спине. Также легко определить автомобиль такси, они все беленькие. Еще Милан – это город парадоксов. Вот судите сами, итальянцы не славятся пунктуальностью, но в Милане не принято опаздывать. Итальянцы предпочитают очень крепкий кофе, но в миланских заведениях подают его более слабую интерпретацию. И, наконец, миланцы назвали свою консерваторию именем уже упомянутого сегодня Джузеппе Верди. Хотя он не то, что не учился там, а просто был отправлен прочь с экзамена с формулировкой, что он плохо играет на фортепиано, и что у него, внимание, вообще нет таланта к музыке. Вот так. Как говорят и пишут в интернете многие гиды Милана и просто опытные туристы, прогулку в этом городе можно начать с любого места, в том числе и от главной церкви доминиканского монастыря Санта-Мария-де-Ле-Грации. Но наше знакомство с Миланом сложилось так, что этот монастырь стал заключительным. Церковь Санта-Мария-де-Ле-Грации известна всем как обитель, приютившая в своих стенах знаменитейшую работу Леонардо да Винчи «Тайную вечерю». Спонтанно, без предварительной бронебилета через сайт посмотреть эту работу будет сложно. Но, в принципе, возможно вне сезон, и то придется за денечек-другой этим вопросом озаботиться, если вы непременно решили все-таки увидеть это чудо от Леонардо. Но все-таки это будет проще вне сезон, чем в сезон, когда все билеты выкуплены расторопными турагентствами и отелями примерно месяца на два наперед. Милан славится не только историческими и культурными традициями, а еще и кулинарными. Знаменитое блюдо из риса-ризотто по-милански с шафраном дошло до нас из 16 века и до сих пор является визитной карточкой города. Пользуется популярностью у гостей. Город пестрит изобилием ресторанов и кафешек, приглашающих отведать местные вкусности. А я позволю себе поговорить о банальной пицце. Я просто не ем ее нигде, кроме как в одной маленькой пиццерии в Ломбардии. Нам ее посоветовал местный житель, и теперь без пиццы Эль Метро, что означает ее длину в один метр, мы отсюда не уезжаем. Лично я наедаюсь на год вперед и больше не хочу пробовать никакую пиццу нигде. Мы прощаемся с Ломбардии, со столицей в Милане. Нас здесь очень тепло, даже временами и местами горячо принимали. И не только в плане погоды, а в плане людского, доброго, хорошего отношения. Мы уезжаем отсюда с теплым сердцем, с дорогой душой. И очень рады будем вернуться обратно, посетить Милан еще раз и рассказать вам то, что не успели сделать в этот раз. Поэтому смотрите наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить ничего новенького. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Тогда у нас появляется возможность пообщаться. Не забывайте, что не нужно коллекционировать чужие впечатления, а только свои. С вами была я, Алла Франко. Пока-пока!